У Владимирского камерного хора появился новый дирижер. Сегодня с ними познакомимся в студии «Вечера во Владимире». Итак, я представляю вам Софью Кудрявцеву. Здравствуйте! Здравствуйте! Софья, это для вас первый опыт приглашенного дирижера? Да, я впервые работаю с профессиональным коллективом. Это большая честь для меня, что... Как дирижер? Да, как дирижер, как хормейстер именно профессионального коллектива, в коллективе, состоящего из профессиональных музыкантов, которые имеют образование. Давайте знакомиться тогда. Как складывался ваш опыт и взаимодействие с хоровой музыкой? Вообще, почему к этому пришли и влюблены в этот жанр? Ну, это получилось довольно стихийно, случайно, скорее. Я закончила музыкальную школу как пианистка. Далее сделала перерыв с музыкой. Где-то длилось это около года. Получилось так, что поступила в музыкальную училищу имени Римского-Корсакова на хоровое отделение. Там, собственно, влюбилась в своего учителя. Он меня, точнее, влюбил в эту профессию. И как-то так получилось, что случайно поступила в консерваторию к нему же. И не смогла остановиться. Появились коллективы детские, любительские. Сама пела в профессиональном хоре, в Мариинском театре работала. И как-то хор постепенно внедрился в мою жизнь. Масштаб, конечно, сравнить сложно. Это северная столица, крупный регион и город Владимир. Наверняка у вас это направление популярно. Да, в Санкт-Петербурге много хоровых коллективов, профессиональных и любительских. На очень высоком уровне у нас любительства. Профессиональные хоры, каждый избирает свой путь. И как-то так получается, что очень интересная палитра именно этих хоровых коллективов. Они все разные. Так что, Владимир, да, ну, есть у нас такая же мчужинка, центр классической музыки, который тоже богат хоровым коллективом, именно Владимирским камерным хором. У вас уже состоялось знакомство, были уже и концертные выступления. Вот для вас, на ваш профессиональный взгляд, да, насколько быстро получится установить тот самый контакт дирижера, хорместера, с коллективом? Есть ли он уже? Ну, надеюсь, что есть. Да, мы работаем с августа. Первый фестиваль мы уже провели. Это был фестиваль Лето Господне в Суздале. Общий язык, я думаю, мы нашли сразу. Мы пытаемся вместе образовывать друг друга, наверное, как-то так. Что-то новое узнавать в нашем общении, да, то есть что-то создавать новое. И в этом плане получилось так, что хор состоит из молодых певцов. Это выпускники детской хоровой капеллы. И просто надо пройти этот путь, не знаю, прикоснуться вообще ко всем музыкам, которые только могут быть. И надеюсь, что вскоре мы уже достигнем того уровня, концу сезона, который я бы хотела получить, который бы хотела услышать. А что хотелось бы попробовать? Ой, попробовать хотелось бы все. Вот мы уже с сентября начали и спели, как и современную музыку, да, музыку современных авторов, и зарубежных, и отечественных, как древнерусское певческое искусство, как классику, да, нашу. Сейчас мы будем петь немецкий романтизм. В декабре прикоснемся к Югану Себастьяну Баху. Хор и дирижер. Ваше взаимодействие происходит не просто с полуслова, да, а с полужеста. Зрителю неподготовленному, кто не понимает, да, вот этой теории искусства, немножко непонятно, как, да, одно движение пальца, это уже какое-то изменение в музыкальной теме, там, переходы в другие тональности и так далее. Вот здесь, эта универсальная школа, она подходит ко всем коллективам, или все-таки это надо вырабатывать и накапливать с опытом в процессе взаимодействия с коллективом, дирижера с коллективом? Ну, мне кажется, что это просто, не важно, какой это коллектив, да, какого он качества, это просто какая-то химия между людьми. То есть, если она есть, это получается, если этого нет, то, как бы, твоя супертехника из Москвы, из Санкт-Петербурга, она тебе ни к чему не поможет, да, то есть, если и ты не открыт, и люди закрываются, то есть, это просто вопрос ни техники, ни образования, это что-то другое, из других категорий. Вы сами были и артисткой хора, вот сегодня не скучаете по этому? Быть по ту сторону процесса? Ну, хочется, да, иногда отдохнуть и не брать на себя столько ответственности, сколько берет дирижер, да. Постоянно быть первой, ответственной за что-то, очень сложно, да, это забирает много сил. Да, хочется, конечно, просто прийти и от души попить. Ваши коллективы в Санкт-Петербурге, они отличаются от Владимирского камерного хора? И чем? Да, конечно, ну, просто тем, что Владимирский камерный хор это профессиональное образование, а я работаю с детским хором. Это абсолютно, это ребята со двора, которых собрали вместе, и вот они как-то начали петь. Вот, то есть они не проходили никакую школу, никакой подготовки у них нет. Вот, также у меня есть любительский хор, это абсолютно все там, врач, инженер, не знаю кто, учитель, который не имеет образования, также, но имеет огромное желание петь. Да, это, конечно, абсолютно другое, да, это отличается от Владимирского камерного хора. Вот, но, тем не менее, это все такое разное, и мне очень интересно работать и с теми, и с другими. Как вы считаете, сегодня хоровая музыка, насколько она востребована, популярна среди подрастающих поколений, тех, кто себя видит в этой профессии и готовы связать свою жизнь с этим? Ну, наверное, это проблема, мне кажется, что это проблема, это, она не столь популярна сейчас, особенно у молодежи, и это надо всячески продвигать, этому надо помогать, и, наверное, это очень сложный путь, и надо подождать какое-то время, чтобы эта музыка стала популярной, то есть надо постоянно искать новый материал, это очень сложно, это не так, как для оркестра, да, мы находим много произведений, да, постоянно отыскивать что-то новое, наверное, в этом вот большая сложность, потому что музыки ограниченное количество, и мы просто в каком-то замкнутом круге. То есть сегодня нет современных авторов, которые бы писали для хоровых коллективов? Дефицит их есть, да? Они есть, да, они есть, но на, как бы, 10 хороших композиторов, там вот столько же, даже в два раза больше таких композиторов второго порядка, очень сложно найти настоящую музыку, которая уже была написана, и которую уже наши предки исполнили. Вот такую же музыку, такого же качества сейчас найти очень трудно. Ну и понятно, что для молодежи, да, сегодня нужны такие современные формы, понятные, понятные тексты, близкие им по уровню. Ведь, например, симфонический оркестр сегодня берет узнавание мелодии, чтобы привлечь ту самую молодежь вот в такие центры классической музыки. А уж, конечно, сегодня вот с хоровым коллективом это сложно. Да, 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 да. И либо ты поднимаешь какой-то классический материал, либо это какой-то вызов сразу, какая-то сенсация, которая может быть трактована как в хорошую сторону, так и в плохую. То есть это тоже всегда риск какой-то. А на классическую музыку идут мало, к сожалению. Что вы как руководитель предпринимаете для популяризации музыки, для привлечения молодых талантов? Мы пытаемся образовывать свою публику. То есть вместе с хором, да, с которым мы хотим пройти вот этот весь путь и прикоснуться ко всему, мы пытаемся открыть для, вот в данном случае, да, для владимирцев и все, чего они раньше не слышали. Вот, например, 17 ноября, в пятницу мы исполним цикл Йоханса Брамса 62-й опус. Это семь песен для смешанного хора. Не знаю, возможно, он звучал когда-то в этих краях. Возможно, нет. Мне кажется, вероятнее, нет. И мы очень бы хотели поделиться этим открытием с нашими слушателями. То есть как мы поработали вот с этим немецким языком, да, с этими немецкими стихами, как мы чувствуем вот эту вот музыку, да, Брамса. Вот. Наверное, как-то так, что-то новое. Каждый раз, что-то новое. Каждый концерт какая-то новость. То есть когда-то классика русская, когда-то немецкий романтизм, когда-то современная музыка и так далее. То есть каждый концерт это какое-то открытие. Вы уже начали взаимодействие с будущими кадрами, с Владимирским музыкальным колледжем. О чем идет речь? Да, да, да. Мы начали этот путь такого взаимообогащения. Сейчас наш колледж музыкальный встал на такую лужню практика ориентированного обучения. И, собственно, вот инициатива директора Центра классической музыки Артема Эдуардовича Маркина брать на практику молодых музыкантов. То есть к нему на практику ходят какие-то оркестранты, люди, которые играют на инструментах. К нам уже пришел практикант сахарового отделения. Задача погрузить их в профессию, чтобы они хоть как-то прикоснулись к живому исполнительству. Ну и, соответственно, остались потом. Ну, в коллективе. Да, да, да. Вот они уже заканчивая училище, они будут иметь возможность сразу же поступить на работу. Причем работу престижную и работу по профессии, по их профессии, по которой они получали образование. Софья, в следующем году Владимирский камерный хор отметит 50-летие. У вас есть возможность сегодня уже предвосхитить этот юбилейный год. Есть ли какие-то уже мысли, что будет, как будет, какой-то интересный репертуар, развитие коллектива? Ну, что-то мы, наверное, оставим в секрете. Но, вероятно, мы будем делать большой, какой-нибудь один большой концерт, в котором, я надеюсь, будет участвовать и детская хоровая капелла, и губернаторский симфонический оркестр. Вот что-то масштабное, что-то какая-то крупная форма, надеюсь, будет. Тогда с нетерпением ждем следующего года, а пока в разгаре тот самый сезон, который для вас первый, но я думаю, что это будет уверенный старт. Да, благодарю. Спасибо вам. Спасибо. Продолжение следует...